друзья всем привет меня зовут никита это новый влог из дохи из катара уже начался рамадан и я начну этот выпуск пожалуй с рекомендаций для тех людей которые мне писали в инстаграме в комментариях о господи мы приезжаем в рамадан как здесь себя вести вообще что делать что неужели все закрыто будет итак присаживайтесь поудобнее сейчас обо всем по порядку расскажу ну в первую очередь хочу поздравить моих подписчиков мусульман мусульманскую часть вернее скажем так моих подписчиков с праздником рамаданом который начался вот буквально на днях и начнем скажем так с рекомендаций для туристов которые сюда приезжают первую очередь что нужно знать и первую очередь нужно знать что нельзя кушать пить курить в общественных местах то есть даже в транспорте где-то если вы едете в такси то тоже нельзя пить кушать курить это первое но можно это делать в специально отведенных местах или же в отеле у себя в номере или же в каких-то ресторанах которые открыты во время рамадана даже кстати запрещена жевательная резинка то есть ни в коем случае нельзя жевать жевательную зимку это проявление также неуважения во вторых лучше одеваться консервативнее то есть лучше избегать обтянутых вещей открытых вещей то есть достаточно консервативно потому что это также может задеть верующих также нельзя слушать громко музыку это проявление неуважения и ругаться кстати запрещено также то есть повышать голос говорить какие-то бранные слова на публике да и вообще в целом как бы скажем так это не очень приветствуется в любом обществе нормальном но во время рамадана здесь прям запрещено ругаться если вас что-то не устроило там допустим лучше промолчите уйдите и все это вообще даже урок на жизнь только во время рамадана вот этот такой перечень правил то есть самое главное это воздержаться от пищи кто курит от курения и от питья в общественных местах отруга не одеваться консервативней вот это самое основное правило что касается торговых центров в ресторанов у них режим работы есть определенный что касается торговых центров то они открыты обычно с 10 утра до трех дня 3 или 4 в основном до 3 потом они закрываются и открываются уже после ифтара в 7 30 вечера и работают до 12 что касается пляжей я буквально звонил вот вчера в west bay пляж они сказали что они работают часы работы у них с 8 утра до 4 утра вот так мне сказали по телефону правда это или нет ну видимо правда раз сотрудники сказали значит правда клубы бары закрыты алкоголь также не продают здесь это был такой вот основной список правил рекомендаций что нужно делать рамадан что я продолжаю этот влог погнали по тренинг вместо со мной я сам православный наш пост начинается со следующей недели но я всегда пару дней в рамадан пытаюсь тоже попаститься уже второй день я пащусь ну как пащусь то есть я пью воду без воды как-то тяжело все равно и я кушаю но кушаю легкую пищу постную в основном такую то есть больше овощей фруктов больше каш разных то есть мясо я не ем стараюсь не ем но уже второй день не ем чисто вот овощи фрукты все такого природного растительного происхождения и хочу сказать что это реально прикольно то есть очень много энергии прибавляется прям вот советую всем попробовать это реально круто особенно вот на тренировку когда выходишь ты тренируешься ну и потом после тренировки спустя какое-то время кушаешь энергии прям хоть отбавляй хоть лампочки вкручивай в некоторых отелях кстати бассейны закрыты вот в нашем отеле закрыли бассейн мы только приехали пару дней назад в этот отель начался рамадан его бассейн закрыли сейчас как раз погода такая поплавать но ничего может быть выберусь на пляж завтра раз бассейн закрыт хочу потренироваться как следует давно не был в зале прям такой конкретной основательной тренировки я кардио обычно не делаю такое прям пробежку не очень люблю честно говоря в бегать более у меня целосложение такое худощавое и мне это ни к чему буквально пару минут минут пять работы на груши и и все это вы достаточно и 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 чтобы Накапливаются, и клетки начинают их прям пожирать, и за счет этого вырабатывается на один. Кайф. Ну и тяжело идет, к примеру. Продолжение следует... Свою тренировку закончил, сил вообще нет. Ощущение офигенное после тренировки. Сейчас пообедаем, легкий обед, и отправляемся на приключения. Между тем, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк, комментарий. Дальше нас ждет намного больше приключений. Низ тут дверь вошел. Больше приключений, и вы просто... Нереально просто кайфометесь. Какие планы впереди. Самому аж страшно, честно говоря. Катар пытается сюда привлекать по максимуму туристов, но видно уже, чем ближе летом, тем все меньше и меньше людей. Они провели очень много всяких мероприятий, всяких ивентов. Людей сюда нагнали. Но эти ивенты уже почти все закончились. Людей тоже не стало. Понятно, нам нужно на все время. Не все будет так быстро. Но, опять же, это не Дубай. Здесь все-таки ограничений много, поэтому это людей смущает, и они сюда неохотно едут. Хочется просто поболтать с вами. Видео такое чильное сделать. Сейчас пойду к набережной. Направляются к набережной Корниш, недалеко от нашего издан-отеля. Расскажу вам вообще после года проживания, как вообще здесь в Дохе. Ветрино, правда, сегодня. Я микрофон прицепил. Надеюсь, меня хорошо слышно. В общем, постараюсь сегодня ответить на часто задаваемые вами вопросы в комментариях и в Инстаграме мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубай. Самый главный вопрос, который задают везде. Никита, где ты работаешь? Сколько ты в Катаре зарабатываешь? Ребята, не ждите от меня ответ на этот вопрос в ближайшее время. Пока я нахожусь в Катаре, я не расскажу, где я работаю, сколько я зарабатываю. Скажем так, я зарабатываю хорошо. Очень хорошо. Достаточно, чтобы позволить жить в отеле каждый месяц, чтобы питаться в ресторанах. Достаточно. И чтобы откладывать. Сколько конкретно я зарабатываю? На этот вопрос я не отвечу вам. Также у меня онлайн-источники дохода есть. Поэтому давайте, ребята, не будем, в общем, задавать больше вопросов эти. Когда придет время, я сам все расскажу. Если не рассказываю, знаете, еще не пришло время. Спрашивали я еще, в какой период лучше всего приезжать в Катар. Ну вот после Рамадана в апреле. Погода сейчас в Катаре шикарная. Тепло вот как раз для пляжа. Правда, что ветрено сегодня. Ну вот, ребят, кто собирается приехать, не приезжайте во время Рамадана. Рамадан начался, получается, вчера был первый день. Вчера это 11 число. И будет где-то до 10 апреля. Вот приезжайте в этих чистых. Будет достаточно тепло, море прогреется. Можно будет покупаться, позагорать. Самый кайф. Что посетить? Дохи. Я снимал подробное видео. Я не упоминал, конечно, все локации. Ну, такие самые основные, самые посещаемые. Это Суквакив. Потом Альбидо парк можно посетить. Он рядом, Суквакив находится. Экспо там проходило. Они там и оставили все инсталляции. То есть, еще ничего не убирали. Просто можно прогуляться вот вдоль набережной. Корни, что она называется. Можно взять самокат в аренду. Электрический. Много разных фирм, которые в аренду сдают через приложение. Вот через них можно арендовать и покататься вдоль набережной. Очень красиво. Отвечу на вопрос по поводу поиска работы здесь. Есть несколько вариантов найти работу. Можно приехать сюда самому, как турист, и попробовать найти спонсора. Человека, который, ну, вам предоставит работу и будет выступать в качестве вашего спонсора. Но сейчас с этим проблемы. Реально, работу найти сложно сейчас. Вот так вот ходить. Просто искать. С резюме своим. И второй вариант. Можно через агентство. Есть разные агентства. У нас в Беларуси есть агентство. Кому интересно, какое. Напишите мне, я вам сброшу. Ну, или через российские какие-то агентства. Так проще всего. Так как вы конкретно будете знать, что вы едете на работу. К конкретному работодателю. Вот. Таким образом лучше всего искать через агентство. Знаю, что девочки наши сюда приезжают, работают типа хостесами на всяких ивентах. Типа фрилансерши. Типа фрилансерши. Чем конкретно они занимаются, я не знаю. Но я видел пару наших девочек на разных ивентах больших. В частности, вот проходила выставка ювелирной продукции разных мировых брендов. И вот я наших девчонок там видел, общался с ними. Как вы здесь, что, чем занимаетесь. Вот они говорят, что работают вот на таких вот ивентах. Типа хостесам. Просто постоять красиво. Вот. За такую работу неплохо платить, кстати. Вот такие вот скутеры можно арендовать. Скутеры, велосипеды электрические. И покататься вдоль вот этой вот набережной. С офигенным видом на море. Шикарно. Ну, уже прям заметно жарче становится. Зима закончилась в Катаре. Температура поднимается потихонечку. В мае уже будет жарко достаточно. Но вода будет чильная. Купаться можно будет. Кайфово. Друзья, по поводу того, где остановиться лучше в Катаре. Здесь нет такого типа, что вот можно снять на сутки квартиру. Как это распространено у нас в странах. Да и в Европе в том числе. Типа через Airbnb. Здесь только отельчики разные. Бутик-отели есть. Обычные четырехзвездочные, пятизвездочные отели. Сейчас сезон. Поэтому цена такая. Долларов 50, 40, 50, 60. Ну, можно найти. В неплохой локации можно за долларов 50-60 в сутки найти отель. Вот на таких вот лодочках по вечерам катают туристов, кстати. Недорого. Буквально Реал 30. Можно прокатиться. И они стоят здесь постоянно у набережной. Очень аутентично смотрятся. И вот, учитывая, что сзади вот такие вот небоскребы. И через дорогу прям вот такие вот старые лодки. Мне нравится в Катаре, что они прям культуру свою чтят. Традиции пытаются сохранить. Все это через музей прокладывают. Через архитектуру. Это прикольно. Вот только посмотрите, сколько их. Целый ряд. Просто раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их штук, наверное, 30-40 таких вот кораблей стоят. На которых раньше типа ловили жемчуг. Понятно, что не на этих. Эти такие типа современные. Ну, по типу таких вот лодок на них вылавливали жемчуг. Собирали. Ну, и рыбу, рыбной ловлей занимались. Спрашивали по поводу вообще цен в ресторанах, в кафе меня. Смотря, где питаться. Смотря, в какие рестораны ходить. Так же, какие, наверное, в Беларуси, в России, в Казахстане. Есть какие-то фэнси, дорогие рестораны, в которых вы отдадите там 200 долларов на человека. А есть, например, рестораны на суквакифе, в которых можно вполне демократично, бюджетно покушать. То есть, вложиться спокойно в 20 долларов, взять и какой-нибудь супчик, и можно и салат, и можно еще что-нибудь мясное взять. Кто курит кальян, можно заказать кальян покурить. И вложиться, ну, в долларов, на двоих долларов 60 уйдет, я думаю, за вечер. Во время Рамадана вообще на улице ни души, пусто. Только какие-то там туристы гуляют. Три человека. Даже вот эти ребята, которые предлагают свои услуги на лодках, они тоже не работают. Вечером с 5.40, когда начинается эйфтар, люди начинают кушать, все забито. В основном же выходят они в рестораны, куда-то в кафе. Все под завязку, нужно заранее приходить, прям садиться, бронировать столик. А вот там вот вдалеке, вот это самый, один из самых первых отелей в Дохе. Можно найти фотографии, где вот чисто вот этот отель, и здесь все строится. То есть ничего нет. А сейчас вот такая вот красота везде. Даже не верится. Катар для тех, кто любит спокойную, размеренную жизнь. Здесь нет такой суеты, как в Дубае. Здесь все чильно, спокойно. Эти мне и нравятся здесь. Друзья, тем, кто планирует сюда переехать на ПМЖ, я вам сразу скажу, не стройте иллюзий о том, что здесь какие-то супер большие зарплаты. Здесь так же дорого жить. Жилье найти прям сложно, и оно дорогое. Главное, чтобы работодатель вам предоставлял жилье. Ну, как для первого опыта приехать сюда, поработать, какую-то денежку заработать, скопить. Когда вам 21-22 года, я однозначно советую. Здесь безопасно, тихо, спокойно. Ну, и можно поработать, заработать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Они в Катаре, кстати, здесь любят еще все вот закрывать. Вот никаких работ не проходит, они вот просто взяли и закрыли. То есть я хотел вот туда вот пройти, просто взяли и закрыли. Что? Зачем? Человек просто прилег поспать под пальмой. Реально, не души я и тот спящий чувак под пальмой. Сейчас вам покажу прикольную статую. Она поставлена была в честь антикоррупции в Катаре. Вот она, эта рука. Типа в честь антикоррупции в Катаре, что в Катаре нет коррупции. Здесь был один забавный случай. Одного араба посадили за коррупцию. Он строил здесь вот в Вестбэй, вот в этом вот районе. Здание такое типа вот... Вот оно, кстати, вот там вот, я попробую показать. Вот там вот, вот оно. И его посадили за коррупцию. И это здание очень долго недостроенное стояло. И вот буквально к чемпионату мира по футболу его достроили. Очень полезно будет людям, которые приезжают впервые сюда, подписаться на... Во-первых, на мой YouTube-канал. Я много полезного вообще прикольного снимаю. Также подписаться можете на разные Instagram-каналы в Катаре. С всякими ивентами, с тем, куда сходить, что нового в Катаре. Я ссылки на эти, в общем, Instagram-ы я оставлю у себя в профиле. В описании можете переходить. Также ссылку на свой Instagram я оставлю. Можете подписываться, задавать мне вопросы. Я на все вопросы с удовольствием отвечу. Бро, I want to rent a bicycle. They don't work? Here? Да, походу арендовать я не смогу. Может быть, вечером они открываются. Такой вот Макдональдс рядом с моим отелем. Я даже не знал, что он здесь есть. Прикольно сделали в контейнере. 24 часа работает. Классная локация. Какое-то там интересное здание. Интересно, что там. А там вот вдалеке я прям яхту вижу. Сейчас попробую приблизить, показать частная яхта. Молодость летит, светлая птица. Так прекрасны твои дни. В ной календаре теряю страницы. Молодость прошу прости. Молодость летит, светлая птица. Так прекрасны твои дни. Друзья, с таким замечательным видом я буду заканчивать свой ролик сегодня. Благодарен вам за подписку, за комментарий, за лайк. Всем пока. До новых встреч. Слышите ваши вопросы в комментариях. Молодость летит, светлая птица. Так прекрасны твои дни. На календаре теряю страницы. Молодость прошу прости. Молодость летит, светлая птица. Так прекрасны твои дни. На календаре теряю страницы.